Диаграмма Эйлера-Венна. Диаграмма Эйлера, иногда диаграмма Венна. Разно его это называют. Смысл такой. Если у вас есть множество А, Б и Ц, то смотрите, что у вас будет здесь. Вот это множество, давайте я его обозначу, это на самом деле пересечение А, Б, Ц. Замечательно. Что вот это за множество? Давайте я его здесь сбоку раздрешу. А очень просто. Это пересечение А и Ц, но та его часть, которая не входит в Б. Замечательно. А что это такое? Понятно. Это Ц без А и без Б. То есть те точки и Ц, которые входят только в Ц, но не входят в А и В. Вот это А без объединения В и Ц. Что это такое? Это В без объединения А и Ц. Так, ну осталось. Внешняя область это вот что такое. Надо взять все на свете. Обычно говорят, что вот это представьте, что эти три множества на самом деле являются подложки к какому-то большому-большому. Это множество У, да? Вот есть некий такой универс. Ну, например, это множество людей каких-то, да? Скажем, А это все отличания, Б это все женщины, С это все люди старше 20 лет, да? И вот тогда начинаем разбираться. И где кто? Так вот, это множество называется У без объединения А, В и Ц. Отлично. Ну и последнее я не ответил, вот две штучки. Здесь будет, естественно, А в пересечении из Б без множества С. И вот это будет, сами понимаете, С без множества А. Вот это, знаете, программа Эйлер-Венна. Очень удобно решать задачи при помощи такой картинки. Почему? Когда у вас есть три множества, Эта картинка позволяет наглядно показать все возможные восемь частей. Давайте я то же самое изображу чуть-чуть по-другому. Смотрите, вот у меня есть вот эти вот три множества, да? Давайте я делаю так. Я отрисую таблицу. А, В, Ц или элемент принадлежит множеству, я буду писать единичку. Если не принадлежит, я буду писать ноль. Итак, вот здесь вот три нолика, это на самом деле внешние части, да? Замечательно. Теперь вы понимаете, бывает еще ноль, ноль, один, бывает ноль, один, ноль, ноль, один, один, один с двумя нулями, один, ноль, один, 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 ноль и один, один, один. Отлично. Каждый из восьми областей, ну в том числе это помешано, будет стоять единственная комбинация этих, да, здесь все единички, абсолютно верно. Один, один, ноль, ноль, здесь, 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 здесь. Ни в коем случае. Смотрите, тут важно, в каком порядке. Давайте, смотрите, ноль, ноль, ноль написать. Теперь ноль, ноль, один, это что такое? Мы должны взять элементы, которые принадлежат множеству С, вот здесь вот стоит единичка, ноль, ноль, один, С принадлежат. Но при этом не принадлежат А и В. Думайте, где это в картинке. Принадлежат С и не принадлежат А и В. Здесь, пишем здесь, ноль, ноль, один. Отлично. Ну, идем в следующий срочек, ноль, один, ноль. Так. Так. Б и В4, или первые ноли. Значит, Б и С не принадлежат А и В не принадлежат. Совершенно верно. Ноль, один, один. Так. Значит, один, ноль. Да. Вот здесь. Да. Дальше. Здесь. Это здесь. Пишем в черт. Так, один, ноль, один. И наконец. Да. Один, один, ноль. Это А и В принадлежат, С не принадлежат. Спасибо. Все. Все? Спасибо. Все делаем. Эта картинка выглядит достойно. Но, как полагается, когда у вас есть простая картинка, но важная, она используется в решении огромного количества задач. Если вы вспомните, наверняка вы уже решали такого типа задачи, известно, что таких-то объектов столько, таких-то, столько-то. Эта картинка полезная, очень полезная, когда вы имеете дело с тремя множествами. Спасибо. Спасибо.